Приветствую вас, дорогие зрители канала Марина Цветы. Приглашаю вас подписаться и просматривать видео по интересующей вас тематике, особенно о растениях, деревьях, цветах, еще не осени, но уже и не лето. Это мое рабочее место традиционное, вы знаете, но у нас сейчас с вами идет технический перерыв, перезагрузка, но я потихонечку все равно продолжаю работать. И хочу сейчас вам показать, что я очень медленно-медленно делаю в своем саду. Вы помните, да, что в последнее время я четко слышу информацию о том, что работать в саду, в огороде надо очень аккуратно и очень медленно. И вот еще не осень, но я уже практически готовлюсь к тому, что скоро будут дожди, и работать будет намного тяжелее. Отцвела наша бургмансия, ну, может быть, неделя-две и будет новая волна цветения. Вот мой муж наконец-то сделал мангал. Посмотрите, как он выглядит, зацените. Мне кажется, он высоковатый, может быть, я ошибаюсь, но мне он похож на майдадыра. Как-то вот ассоциация, что майдадыр. Дело в том, что первое, что в этом мангале будет, это, конечно, мы будем сжигать сухие растения, которые потом перейдут в золу, и я буду удобрять землю. Вот такой вот мангал. Вот эта трава, которую нужно сжечь. Будет хороший пепел. Ну, и для роз очень хорошо в зиму. Вот здесь вот у меня хосты и традисканция садовая. Ее нужно уже... Я уже это все срезаю, хотя пчелы гудят просто. Нектар-нектар собирают. Ради пчел даже я вот оставила этот миксбордер. Пока я все обойду, пчелам время еще будет. Гудят, 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 гудят. Пургмансия, ну, это уже третья волна цветения, но мы с вами видели такую обильную, нереально красивую. Груши я уже сорвала, они начали поражаться манилиозом. Вот, вот смотрите, розы, это плетистые розы возле забора. Я их беспощадно выстригаю, потому что буду менять участок. А вот эту вот розу, видите, вот вообще все розы в зиму я не обрезаю. Я оставляю эти шиповнички, и благодаря этому все мои розы при любой температуре, они зимуют. А вот это вот я вырезаю, беспощадно, это все мне надо вырезать. Весной, летом очень хорошо, как я говорю, лишь бы не полоть сорняки. Такая зеленая здесь папоротники, хоста. О, к нам подружка пришла. Красавица наша соседская, это она ждет нашего парня Степашку, который то ли спит, то ли где-то гуляет, но скорее всего спит. Очень красивая кошечка, но мне кажется, у нее какая-то проблема была с глазиком. Ну вот видите, они дружат, только Степашку привезли, дети к нам. И он сразу побежал к подружке, сказать, что он дома. Вот здесь у меня все было засажено хостами, путтоями. Но у меня такой девиз, лишь бы меньше было сорняков. Весну очень красиво, летом очень красиво. Здесь хосты и папоротники. А вот наша проблема, дорогие друзья, с которой мы в этом году будем серьезно выяснять отношения. Это камсис. Когда-то мне подарили две соседушки, пенсионерки, вот как на память. Но это растение очень-очень агрессивно. И оно просто нас выматывает, потому что там, где оно растет, это там, где и летуи, до него добраться невозможно. Вот это у нас лунарики так называемые. Убирается вот эта верхняя оболочка и серебристые такие монетки получаются. Очень красиво, как сухоцвет в вазу зимой поставить. Много-много лет будет вас украшать, и как талисман денежек называется лунария. Если будет, вот семена надо собрать, на следующий год посадить. Она на второй год зацветает, ну вот дает семена. Вот эти вот розы я тоже беспощадно все вырезаю, все обновляю, убираю. Вот это, видите, проблема. Она выползает из-под фундамента, из-под забора. Я думаю, она и соседям нашим может принести проблему. Ну, как к ним она не прорастает, но в любом случае это нежелательно. Добраться до нее практически невозможно, поэтому я буду вынуждена вырезать и вот этот огромный мой любимый куст розы, который всегда меня радовал на день рождения. У нас здесь фотосессии всегда происходят. У меня долго не было дома, поэтому обрезки не было. Сейчас я беспощадно ее буду тоже вырезать, только для того, чтобы добраться до камсиса. Это сирень моей мамы, и оно тоже там за ней. Добраться будет очень тяжело, будет очень тяжело. Я, по всей видимости, с мужем мы посоветуемся, будем использовать сейчас для опрыскивания, пока идет вегетация, гербицид. Так, виноград я тоже буду беспощадно вырезать, потому что у нас мы не едим виноград, это высокая глюкоза. Мы не едим, вино не делаем. Это у нас идет как зеленая ширма. Вот, поэтому я очень тщательно его обрежу, практически, вот как на виноградных плантациях одна палочка будет. Вот роза, которую я не буду в зиму обрезать, останутся эти шиповнички. Повторяю, при любой погоде ваша роза перезимует. Вот, если вы последнее цветение не будете обрезать, образуются танины, они очень хорошо укрепляют розу и не дают весной раннего пробуждения при оттепеле. Вот, вот это то, что муж как бы вырезал за домом, но корень там невозможный, он просто стальной. Он залил, знаете, чем соляркой залил корень. Вот, ну а здесь я, наверное, буду просить, пусть он обработает вот эти лозы камсиса гербицидами, пока есть вегетация, пока не опала листва. Ну, хотя, конечно, могут пострадать у меня там и роза, и сирень может пострадать, но будем как-то аккуратно. Роза, вот я поднимаю ее сюда наверх, это роза шрамп называется, только вверху цветет. Эти растения у меня пойдут зимовать на подоконник в дом, но еще рано, поэтому до температуры плюс 8 они будут на улице. Дорогие мои зрители, не скучайте за мной, мы в ближайшее время обязательно скоро с вами встретимся, а в это время просматривайте мои видео на моем канале, которые созданы с любовью от всей души для вас. Украшаем этот мир не только цветами, но и позитивом. Я очень желаю вам крепкого здоровья, я желаю вам мира, я желаю вам вдохновения, и я желаю вам, чтобы у вас было огромное желание украшать этот мир позитивом. Спасибо, что вы со мной, буду читать ваши комментарии, знаю, что очень скучаюсь за вами, очень хочу встретиться с вами, но сделаем маленький такой тайм-паузу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok